Всем привет! С вами Наташа. Рада вас приветствовать на своем канале. Я сегодня в рабочем, потому что у меня сегодня великое переселение из маленького улика в большой. Игоря подарок будем обкатывать, скажем так, переселять с ловушечки, ну, с маленького улика в семью в этот улей. Посмотрим, как это в пластиковом улье будут они зимовать. Мне самой очень интересно. А там посмотрим, может мне понравится, еще приобретем такие. Посмотрим. Ну, много комментариев. Немного. Комментария два. Было про то, что удивились очень, что такой мне подарок Игорь сделал. Ну, как мне мама сказала, Наташа, ты довольна? Я говорю, довольна. Она говорит, главное, чтобы ты была довольна. Вот, он же эти деньги не с общего взял, бюджета. Он шабашил, подрабатывал, собирал денежку, чтобы сделать мне подарок. Поэтому одно это, знаете, вот, что он все-таки своим трудом все это заработал, не с общего взял и купил то, что я считаю для меня хорошо. Кому-то, может, духи, там, элитные какие-то рисунки или в ресторан поход. Это подарок. А для меня, улей, знаете, я никогда не могла догадаться, что он его купит. Прям я была просто в шоке, поэтому у меня не было слов ни от того, что я расстроена, а от того, что я удивлена. Да, подарок для меня полезный, скажем так, не то, что там шампунь или еще что-то, хотя это тоже неплохо было бы. Но надерждение шампунь, конечно, это не то, ладно, там 8 марта, но так молодец. Я ему вообще ничего не дарила. Он у мамы надерждение, получается, были у него. Мама готовила ему праздник, потому что я чумная ходила. Вот, поэтому я очень рада подарку. Вот, сейчас с Антоном вместе обрабатывали пчелу. Мне помогал крыши снимать, чтобы я уже сама не напрягалась. Вот, Игорь сколотил подставочку под улей, сейчас покажу. Ну, вот так теперь у меня выглядит пасек. Ну, он говорит, Наташа сколотил, с чего было. Ну, такая подставочка пойдет. Главное, чтобы с земли холод и сырость не шла в улик. Вот, пчелки, конечно, немного в шоке после того, что вот был малюсенький вот такой. А теперь поставили им прям королевский. Посмотрим, как они будут себя в нем вести, как перезимуют. Там сетчатое дно, но эта сеточка закрывается. Не то, что там сразу улица. Ее летом можно вынуть, чтобы они вот так вот не висели. Видите, здесь мама че-то такая, ой, Наташа, что-то не то с уликом. Смотри, как пчелы на улице. Я говорю, ну, им жарко, и если не жарко, то места мало. Я же говорю, магазины забрала сверху с медом, поэтому они все не влазят. И тебе их не жалко? Я говорю, ну, когда холодно, они зайдут. А когда жарко, они, говорю, на улице сидят. На того, что нечего брать, нет медосбора, то они сидят. Было бы, что брать, они плетали. Поэтому жалко, что столько силы нарастили, и им делать нечего. Поэтому сегодня я опять второй раз обработала бипином. Сиропчика им налила. Вот, то им сейчас работа есть. Ну, и здесь переселила. Вот, все пчелки жужжат. Здесь, конечно, вот эта маленькая семейка совсем. А так, дай бог, чтобы перезимовали. Чтобы таким вот составом, как сейчас, они ушли. Обработала, чтобы были здоровенькими. Чтобы их никто не сосал. Кровопильцы, эти клещи. Есть разные. Есть маленькие, которые в дыхательных путях. А есть, которые у них на спине. Что только в жизни нету в мире. Каких только вредителей. Ну и все. А я сейчас уже довольна, что все сделала. Пойду пообрезаю яблоки. Так, яблоки у меня гниют. Вот, пообрезаю. Какие тут желтенькие. На сушку. Остальное сейчас Антон придет. И в тачку навозную кучу соберет. То, что некрасиво. Уже их на деревьях нету. Уже все пообсыпалось. Вот, смотрите. Пусто. Поэтому с того, что есть. На сушечку и на компотик. Сварю компотик. Смотрите. Это Игорь вчера нарвал лук. У свекрови такой вырос. Самое интересное, что он в стрелку пошел. Я всегда смотрела. Вот эта стрелка. Ну и так вокруг стрелки нарос. Не знаю. Надеюсь, он не сгниет. Потому что здесь вот аж вода вытекала утром. Я говорю, вынеси, чтобы просохло. Ну, надо быстрее его есть. А так я сама удивлена. Ну, неплохой вырос. С того, что там было. И что он в стрелку пошел. Прям удивительно. Так, здесь у меня заросли моих помидор. Антошка вчера обработал. Но слабенько. Не хватило ему раствора. И еще в той теплице во второй. Он забыл. И я забыла, что у меня там есть помидоры. И немножко на улице. Поэтому сейчас пинкацеп разведет. Потому что у нас позавчера был туман. А все дни льет дождь. Утром мы планировали совсем. Другие у нас планы были. У нас намечена была поездка. Но так как был дождь. И говорят, никуда не поедем. А потом раз распогодилось. Вот такая погода. Небо замечательное. Он говорит, ну уже куда ехать. Поздно. Поэтому то, что я планировала на завтра, сделаем сегодня. А завтра, надеюсь, мы поедем в поездочку. Уже зреет ремонтантная малина. Посмотрите, осыпается. Надо будет уже пообрывать. Ее, правда, немного. И от дождей она уже немного гниет. Поэтому надо спасать то, что есть. Вот мы с Машей нарвали. Смотрите, какая маринка. Я же не знаю, что я буду с ней делать. Может, железо сварю с сахаром. Главное, что оборвали. Ну и сейчас нарежу яблочки. Яблочки сушатся. Компотик из яблочек и малинки сварен. А это сделала джем. Джем из малины. Я взяла малину, перебила вместе с сахаром, блендером в стакане. Потом процедила от косточек. И 20 минут, помешивая, варила в микроволновке. Наверное, 20. Короче, когда оно у меня закипело хорошо, я помешала. Потом, после того, как я помешала, оно уже медленнее стало закипать, вариться. И оно такое пустое. Вот когда на ложке остается, потом оно такое густющее. Но я думаю, что оно будет хорошее. Это не на зиму, это вот сейчас кушать. Потому что у меня в подвале полно такого малинового желе. Джема, можно так сказать. Поразильные камеры у меня тоже малины, перетертые с сахаром. Забиты. Еще с прошлых лет. Каждый год все докладываю, докладываю. Если у меня руки не доходят. То бутылки были большие, а вот маленькие быстро уходят. Поэтому надо как-то маленькие разливать. А здесь, ну, я решила не пачкать кастрюлю. Такая вот пиалочка. Видите, с моей ладошки. Поэтому перетерла. Часть малины пошла в компот. А часть перетерла с сахаром. И вот такая. Сильно сахара не добавляла. Чтоб можно было на батон намазать. С молочком намаженным скушать.